Товарищ сегодня в области у Бельгио съездить с ним. Так что, поедем, Бельгио прокатимся. Туманище сегодня. 22 октября. Пол седьмого. Где наша Таратайка-то? Там она стоит. Таратайка-то. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Причем прикол этого места, сейчас покажу. Вот это прикол этого места, что смотрели все, может кто смотрел, кто нет фильм. Таможня дает добро французской. Вот его снимали именно здесь. Вот они эти товарищи. Вот этот чувак, который выпадает. И скорая помощь, вот тут вот он выпадал на этом перекрестке. Но декорации как бы убрали, одну только розовую оставили кафешку. Раньше это место выглядело в кучерявые годы. Вот тут вот эти вот тоже. Только листво. Все табаки вот эти. Как бы тут все есть, но здесь граница была. Кафешка вот этого. Кафешка вот этого. По-моему, пост этот был. Он машинку выставляет. Но она есть такая вот, а есть еще в тюнинге, которая там потом гоняла. Но что-то сегодня в тюнинге нету. Но бывает выставляют. Кафешка. Вот этот коренделек. Вот тоже крапиви. Вот как раз вон то здание. Короче, оно вот оно. Табак вот этот вот. Он как раз розовый. Вот тут такая разруха была. Я когда курил, приехал за табаком. Я думаю, она здесь кино снимает. Вот уже типа там всякие экспонаты стоят. Стульчики. Милычки. Поехали дальше. На хаос. Вот здесь, короче. Вот границы в лесу. Тут военное прошлое, тоже вторая мировая. Тут доты стоят. Вот тут плакатик нам объясняет, что это остатки тут от линии Мажино. Ну, защита от немцев. Вот. Как бы французы вот до сюда строили. Дальше должны были немцы строить. Ээээ... Бильжики строить. Но Бильжики нифига не построили. Поэтому, короче, немцы их через Бельгию захватили. Вот так вот. Все это происходило. Вот такие сооружения. Блин. Почему-то с памятника куда-то делись надписи. Надеется, что на реставрацию они просто сперли. Солдат нам показывает, где мы именно находимся по карте. Дальше. Вот три дня тут они стояли написано. Дальше. Да, вот написано историческая зона. Посетители, уважайте это место памяти. Музыка, игры, там пикник запрещены. Ну, как бы запрещены на совести каждого. Ну, пойдемте, пойдем. Ну, тут что осталось. Вот плакатика. Ну, вот написано. Бойцы в мае 40-го. Вот немцы. Капорал шеф. Тут написано про оружие. МГ-34 пистолет П-38. Униформ. Одежда Фильграу. Модель 35-го года. Вот французы. Это шеф батальона французского. Форма 1939-1940 год. Ну, вот тут пулемет какой-то, но отсутствует надпись. На тут такой туманчик в лесу неприятный. Чтобы не было как в фильме сейчас поподоблено. Оно не будет очень весело. Где-то метров сто прошло. Умдот единицы. Сейчас прочитаем. Вот. Подошли. Вот так. Что у нас тут написано? Вот блок номер 554. Командный пост генерала Базерля Фос. 16-го, 17-го, 18-го мая. Вот это вот было. Бывший полковник 65-го режимента пехоты инфантори. Базировался город Нант. То есть был здесь вот. Вот. Дальше там. Со своими офицерами, солдатами 16-го мая 1940-го года. Были атакованы немецкими силами. Вот этими 8-й панзер Рейхард. Их отрезали от 25-го режимента. кто находился в Мандрупи. И, короче, он решил остаться погибать со своими солдатами. И вот так вот тут, типа, его фразы. Вот. Их захватили уже 25-го марта 41-го. А, нет. Это выписка из акта захвата 25-го марта 41-го. Видимо, это немцы писали, что это. Вот он. Как бы этот генерал. Он вот тут нам объясняет, что вот это вот остатки от мешков цемента написано. Мешки с цементом. Вот солдаты их 17-го мая сюда для защиты положили. Они там лежат по сей день. Ну, на перевод не обижайтесь. Непрофессиональный переводчик. Тем более сходу читать, переводить. Вот. Здесь тут нам пишут, что вот это. Места попадания снарядов противотанковых немецких. Вот этот ПАК-37. Вот сюда вот они. Смотрите, подожди с ней. сооружение круга обошли внутрь заходить смысла особого нет первых вандалы везде существует скорее всего туалет как бы я не особо ошибался боевое французское прошлое ну конечно он такой обширный как пошлое СССР но тоже остается факт ну и тут недалеко тоже еще один по моему должен быть сейчас мы до него дойдем тоже скорее всего что-нибудь написано да вот еще один ну тут целая серия не хочу я все обходить так что тут написано вот блок дюфюре номер 555 так ну как это тоже относится к командному посту вот этого лейтенанта лейтенанта полковника Барилек получается 16, 17, 18 мая был занят и защищался остатками 62-го полка скорее всего пехотного вот эры инфантери под командованием лейтенанта полковника Барилек вот этот и адъютанта генерала Безьер Лафос и сопротивлялся до конца сражения вот этот дот был использован после 1945 года в общем в нем саперы взрывали оставшиеся снаряды которые находились по близости в том числе вот здесь вот в городе Херсонии форт был и там еще развальный остался там был большой склад снарядов немецких ну вот то есть они сюда их возили и здесь бабахали поэтому скорее всего он внутри некрасиво выглядит война вообще некрасивая вещь вот тут подписано это след от попадания снаряда 88 короче при учениях из танка пантеры зима 43-44 здесь пандера зафигарила вот они видим немцы учились что ли до сих пор из твое из твое из твое из твое снаряды Снутри стены все, хлам, арматура торчит, но он не развалился. Сколько они тут все взорвали, но, к сожалению, батарейка сдает. Через час буду дома. Пока такая информация. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо за просмотр. Увидимся.